Иоанна, 16 глава, 33 стих Аминь. Можете садиться. В прошлый раз мы говорили на тему «Для чего страдания?» И мы говорили о семи причинах, для чего Бог допускает нашу жизнь страдания. Еще раз пройдем по этим причинам. Страдания посылаются нам для того, чтобы, во-первых, Бог был прославлен, чтобы через них мы могли утешать окружающих людей, которые также проходят через страдания, чтобы другие люди, видя наши страдания, могли проявлять к нам любовь, заботу и понимание. Страдания также нам посылаются для нашего блага, как говорит Писание, чтобы мы преображались в образ Христа, чтобы посредством их люди, которые невозрожденные, могли также прийти ко Христу. И страдания посылаются нам потому, что они имеют смысл. Сегодня мы поговорим о пяти других причинах, для чего Бог допускает или посылает нам страдания. Восьмая причина, почему Бог посылает нам страдания, потому что, чтобы, взирая на Иисуса, который прошел через неимоверные страдания, духовные, физические и душевные, мы могли находить успокоение в нем. Мы уже не можем сказать, что Бог не знает, что такое страдание и как я себя чувствую, потому что Бог сам прошел через это. Он прошел через неимоверные муки. Как сказал один американский теолог и проповедник Тим Келлер, «Христос буквально ходил в нашей обуви и вошел в нашу скорбь». «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими», пишет апостол Павел. Иисус является совершенным примером того, как нужно повиноваться Богу и проходить через страдания, которые Бог посылает. В Его подвиге мы находим успокоение для наших душ. Так замыслил Бог, чтобы Его Сын, пройдя через эти муки, через эти страдания, которые Он проходил, мы в Нем через Его подвиг находили успокоение. Девятая причина. Страдания посылаются нам для того, чтобы укреплялась наша вера. 1 Петра, 1 глава, 7 стих записано так. «Осем радуйтесь, поскорбев немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемое золото, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Без страданий наша вера бы не испытывалась. И Бог действительно все содействует к нам ко благу. И мы могли бы не понять это, если бы мы не проходили через страдания. Иосиф, Иов, Давид, апостол Павел и ученики все проходили через страдания. И у всех испытывалась вера. Они проходили через душевные и физические страдания. И в подтверждение тому, что их вера укрепилась, Иосиф сказал в Бытие, 50 глава, 20 стих, к своим братьям. «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Иов сказал, «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Давид сказал, «Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на Слово Его уповаю». И он много раз говорил о вере и об уповании на Бога. Апостол Павел сказал, «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего», как мы уже прочитали, потому что он сам верил в это и написал много о вере. И ученики Христа, никто из них не отрекся от веры, от Христа, испытывая неимоверные страдания и мучения, умирая за веру. Если Бог посылал такие испытания, такие страдания этим людям, которые мы только что прочитали, он вполне может послать и страдания и нам, чтобы проверить и укрепить нашу веру. Десятая причина, почему Бог посылает нам страдания, потому что Бог хотел проявить свою любовь в Своем Сыне. Бог решил показать Свою любовь к человечеству тем способом, чтобы послать Своего Сына на страдания и на смерть. Не просто на смерть, но еще и на страдания. В Исаии, 53 глава, 7 стих. «Он истезуем был, но страдал добровольно, не открывал уст своих, как овца, веден он был на заклание». Без человеческих страданий это было бы не произошло. Страдания являются неотъемлемой частью нас, и они делают нас людьми. Бог не мог послать просто Иисуса Христа на страдания, но всему человечеству не дать страдания. Тогда Иисус не был бы сто процентов человек, но Иисус пришел и пострадал. Одиннадцатая причина. Страдания нам нужны для того, чтобы научиться терпению, опытности, надежде и стойкости. В Римлянам 5 главе записано так. «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. От терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Перенося страдания, верующие люди приобретают способность терпеть. И это закаляет наш характер, чтобы делать его более опытным. И также опытность дает нам надежду, что, точнее, способность полагаться на то, что Бог не оставит нас, и Бог с нами в наших скорбях. Также, чтобы научиться нам стойкости, Петр пишет так. «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». Все вот эти четыре слова говорят о силе и о твердости. И Бог допускает борьбу в сердцах христиан, чтобы создать в них сильный характер. Страдания также посылаются нам для того, чтобы Бог мог представить нам блаженную, желанную и совершенную жизнь в небесах без страданий. В Откровение мы читаем, «И отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни не будет, ибо прежнее прошло». Рай не был бы столь желанным, столь блаженным, столь совершенным, если бы на земле был бы тоже рай, без плача, без горя, без страданий. Но мы знаем, что это не так. Мы знаем, что на земле есть страдания. Рай также не был бы столь ценным, если бы мы пришли на небо, и было бы все, но были бы страдания. Поэтому рай и настолько ценен, что там нет страданий также. Итак, мы затронули 12 причин, для чего посылаются страдания. Но на самом деле это не все. Есть много других причин, почему Бог также посылает людям страдания. И какой же вывод из этого всего? Что мы можем взять для себя? Да, Бог посылает страдания. Да, есть причина. Что мы можем взять для себя? Бог не является злобным и жестоким правителем людей, который посылает страдания без какой-либо цели, без какой-либо причины, без какого-то либо смысла. Допуская нам страдания, Бог всегда имеет цель и всегда достигает этой цели. даже несколько целей Он может иметь через наши страдания, которые нам пойдут во благо и для Его славы. И мы не знаем, что грядет завтра для нас. Возможно, завтра у нас также будут страдания, как и у других людей. Возможно, у нас уже были страдания. Возможно, мы сейчас находимся в страданиях сами. И я бы хотел ободрить нас всех через Слово Божье, что Бог действительно посылает страдания не просто так. Он посылает их для того, чтобы нас изменить, чтобы сделать нас лучше и более похожим на Него. Аминь. Помолимся. Любящий Спаситель, слава Тебе за Твое Слово, за то, что Ты говоришь через Него к нам, и Ты показываешь, что Ты имеешь на все причину, Ты посылаешь страдания не просто так, Ты имеешь свои планы, свои цели. Ты хочешь от нас того, чтобы мы были более похожи на Тебя. Прошу Тебя, помоги каждому из нас, когда мы проходим через страдания, если мы сейчас являемся в страданиях. Я прошу Тебя, чтобы Ты укрепил сердце каждого и помог нам видеть то, для чего Ты посылаешь нам те или иные страдания или переживания в нашей жизни. Я прошу Тебя, благослови нашу Церковь, укрепи нас для будущих годов, которые грядут. Я прошу Тебя, чтобы Ты благословил нас и помог нам следовать за Тобою, не разочаровываться, когда Ты посылаешь не то, что мы ожидали, не то, что мы хотели. Я прошу Тебя, благослови нас и укрепи каждое сердце. И благослови нас на это служение. Да будешь ты за все прославлен, наш Господь и Бог. Аминь.